2 Езры. Глава 6. Во второй год царствования Дария, Агей, Захария, сын Адоб, пророки, пророчествовали иудеям, которые были в Иудее в Иерусалиме от имени Господа Бога Израилева. Тогда встал Заравель, сын Сальфиила, и Иисус, сын Еседека, и начали строить дом Господа в Иерусалиме, в присутствии пророков Господних, помогавших им. В это время явился к ним Сисини, правитель Сирии, и Финики, и Сафровузян, и товарищи их, и сказали им, «С чего разрешение строите вы сей дом и сей кров, и все проще совершаете? И кто строитель, совершающий это?» Но старейшины иудейские обрели милость от Господа, презревшего на пленение. И им не запретили строить, пока возвещена будет о них Дария, и получен был ответ. Вот список с письма, которые Сисини писал, и которые послали Дарию. «Сисини, правитель Сирии и Финикии, и Сафровузан, и товарищи начальники в Сирии и Финикии, царю Дарию радоваться. Да будет все известно господину нашему царю, что мы, придя в область иудейскую и войдя в город Иерусалим, нашли в городе Иерусалиме возвратившихся из плена старейшин иудейских, которые строят новый большой дом Господа из дорогих тесаных камней, полагая в стенах дерева, и работа сей производится с ревностью, и дело успешно идет в руках их, и совершается совсем великолепием и тщательностью. Тогда мы спросили этих старейшин, говоря, с чьего повеления строите вы этот дом и производите эти работы. Итак, мы спросили их, чтобы известить тебя и написать тебе о начальниках их, и требовали мы от них именной список предводителей их. Они же сказали нам в ответ, мы рабы Господа, создавшего небо и землю. И дом сей за много лет перед всем был строен царем израильским, великим и сильным, и был окончен. Но как отцы наши грехами своими прогневали небесного Господа Израилева, то он предал их в руки на выходоносоре царя Вавилонского, царя Халдеев. А они, разрушив дом сей, сожгли, а народ отвели в плен в Вавилон. Но в первом году по воцарении Кира над страной Вавилонской царь Кир предписал построить дом сей. И священные сосуды золотые и серебряные, которые на выходоносор вынес из храма Иерусалимского, и поставил в своем капище, царь Кир опять вынес из капища Вавилонского и передал их князю Саманасару Зарвавелю. И повелено ему отнести все сии сосуды и положить в Иерусалимском храме, и построить храм Господа на его месте. Тогда Саманасар, придя, положил основание дома Господа в Иерусалиме. И с того времени до ныне он строится и не получил совершения. Итак, царь, если угодно, пусть поищут царских книгохранилищах Кир, если окажется, что строение дома Господне в Иерусалиме производилось по воле царя Кира, и угодно будет это господину царю нашему, пусть оно будет нам знать о том. Тогда царь Дарья приказал искать книгохранилищах, находящихся в Вавилоне, и найдено в их ботанах, в городе, находящемся в Медийской области, а одно место в памятной записи, где записано. В первый год царствования Киры царь Кир повелел построить дом Господа в Иерусалиме, где приносят жертвы на огне неугасимом. Высота храма 60 локтей, ширина 60 локтей с тремя домами, истесанных камней, и с одним новым из туземного дерева. А расходы производить из дома царя Киры, и священные сосуды дома Господня, золотые и серебряные, которые Новоходоносорь вынес из дома Иерусалимского, и принес в Вавилон, возвратить в дом Иерусалимский, чтобы поставить их там, где они находились. Повелел также наблюдать Сесине, правителю Сирии и Финики, и Савруу Зану, и товарищам их, и поставленным в Сирии и Финики начальникам, чтобы они держали себя в стороне от всего места, и оставили раба Господа Зарвавеля, князя иудейского, и старейшин иудейских, строить этот дом Господа на его месте. И я повелел совершенно отстроить его, и наблюдать, чтобы возвратившимся из плена иудеям оказываемо было содействие к совершенному окончанию дома Господня, и чтобы из пода текели Сирии и Финики исправно давалось для этих людей, на жертву Господу, князю Зарвавелю, на тельцов, овнов и агнцев, равным образом, чтобы постоянно, каждый год беспрекословно, давалось пшеница, соль, вино и масло, как скажут находящиеся в Иерусалиме священники, сколько и сдерживается на каждый день, чтобы приносили Всевышнему Богу жертву за царя и за детей его, и молились о жизни их. Притом объявить, что если кто приступит или нарушит что-нибудь из написанного, то пусть взято будет дерево из его собственного, и он повешен будет на нем, а имущество его сделается царским. За это и Господь, которого имя призывается там, «Да погубят всякого царя и народ, который прострет руку свою, чтобы воспрепятствовать или сделать какое-либо зло этому дому Господа в Иерусалиме, я, царь Дарий, определил, чтобы в точности было по сему». Вторая ездрая, глава седьмая. Тогда Сесиний, правитель Келесирии, Финики и Сафравузан, и товарищи его, следуя по веленному царя Дария, усердно принялись за святое дело, помогая старейшим и священноначальникам иудейским, и успешно шло святое дело при пророчествах пророков Агея и Захарии. И совершили все по повелению Господа Бога Израилева и по воле Кира, Дария и Артаксеркса, царей Персидский. «Окончен святой дом к 23-му дню месяца Адара на 6-м году царя Дария. И сделали сыны Израиля священники, левиты и прочие возвратившиеся из плены, которые были приставлены, все по написанному в книге Моисея. И принесли в жертву на обламление храма Господня 100 волов, 200 овнов, 400 агнцев, 12 козлов за грехи всего Израиля по числу 12 колен израильских. И стояли священники и левиты по племенам в облачении при делах Господа Бога Израилева, согласно с книгой Моисеевой и привратники при каждых воротах. И устроили возвратившиеся из плена сыны Израилев Пасху в 14-й день первого месяца, когда очистились священники и левиты вместе. И все сыны пленения, потому что очистились, и болевиты все вместе очистились. И закололи пасхальных агнцев для всех сынов плена, для братьев своих священников и для себя самих. И ели сыны Израилева, возвратившиеся из плена, все, которые, удалившись от мерзости народов земли, взыскали Господа. И празднули праздник опресников семь дней, радуясь пред Господом, чтобы он обратил к ним сердца царя Ассирийского, чтобы укрепить руки их на дела Господа Бога Израилева. 2 Ездра, глава 8. После всех событий в царствовании Артаксерца царя Персидского пришел Ездра, сын Азария, Зехрия, Хелкия, Салима, Саддука, Ахитова, Амария, Озии, Мемерофа, Зарея, Сауя, Вокка, Ависая, Финиеса, Ильазара, Аруна, первосвященника. 3 Сей Ездра пришел из Авелона, как ученый, сведущий в законе Моисея, данном от Господа Бога Израилева. 4 И оказал ему царь честь, и он снискал у него благоволение ко всем прошениям своим. 5 И пришли с ним в Иерусалим некоторые из сынов Израиля, из священников и левитов, священопевцов и привратников, и служителей при храме. 5 На седьмом году царствования Артаксеркса, в пятом месяце того же седьмого года царствования. 5 Ибо они, выйдя из Авелона, в Новолуние первого месяца пришли в Иерусалим, по данным им от Господа благопоспешению в пути. 6 В Новолуние пятого. 7 Ездор же предлагал великую заботу, чтобы ничего не опустить под законы Господни и заповеди, чтобы научать всего Израиля постановлениям и судам. 7 Пришло и письменное повеление данное от царя Артаксеркса Ездори священнику и чечесу законы Господни следующее. 8 Царь Артаксеркс Ездори священнику и чечесу законы Господни радоваться. 9 Рассудив человека любивого, я повелел, чтобы добровольно желающие из народа иудейского, из священников и левитов, находящихся в нашем царстве, шли вместе с тобой в Иерусалим. 10 Итак, кто только желает, пусть соберутся и идут, как рассудилось и мне, и моим семи ближайшим советникам. 11 Пусть увидят, что делается в Иудее и Иерусалиме, согласно законам Господним, и отнесут в Иерусалим дары Господу Израиля, который обещал я и мои приближенные. 12 И всякое золото и серебро, какое найдется в стране Вавилонской для Господа в Иерусалиме, вместе с даяниями от народа на храм Господа Бога их, находящийся в Иерусалиме. 13 Золото же и серебро на валов, овнов и агнцев и прочие к всему относящиеся, чтобы возносить жертву Господу на жертвенники Господа Бога их в Иерусалиме. 14 И все, что бы ни захотели ты с братьями твоими сделать на это золото и серебро, делай по воле Бога твоего. 15 И священные сосуды Господни, данные тебе для употребления во храме Бога твоего в Иерусалиме, поставь перед Господом Богом твоим. 16 И прочее, что потребуется тебе на нужды храма Бога твоего, давай из царского казнохранилища. 17 И вот я, царь Артаксеркс, повелел казнохранителю Сирии и Феникии, чтобы они все, чего потребует езра священник и чте с закона Всевышнего Бога, исправно давали ему даже до ста талантов серебра, также пшеницы до ста коров и вина до ста мер. 18 И все другое по закону Божию тщательно да приносится Всевышнему Богу, чтобы не было гнева на царство царя и сынов его. 19 И еще говорю вам, чтобы на всех священников и левитах, и священопевцах, и привратниках и служителях храма, и на писах всего храма не было никакой дани или другого налога, и чтобы никто не имел власти налагать что-либо на них. 20 А ты, ездра, по мудрости Божией, поставь начальников и судей, чтобы они судили по всей Сирии и Феникии, всех знающих закон Бога твоего, а не знающих поучай. 21 И все те, которые будут приступать закон Бога твоего или царский, пусть будут непременно наказываемы смертью ли или телесным наказанием, денежной пением или изгнанием. 22 Тогда сказал ученый ездра, благословен единый Господь, Бог отцов моих, положивший на сердце царя, прославит дом его и Иерусалиме, и почтивший меня перед царем и советниками, всеми приближенными и вельможами его. 23 И я ободрился с помощью Господа Бога моего и собрал мужей израильских, чтобы они шли со мною. 24 И вот начальники по племенам их и по старейшинству, вышедшие со мной из Вавилона, царствования царя Артаксеркса, из сынов Финнеса Герсон, из сынов Ифамара Гамалиила, из сынов Давида Латтус сын Сахения, из сынов Фароса Захария, и с ним записалось 150 человек, из сынов Фафомофа и Елеония, сын Зарея, и с ним 200 человек. Из сынов Зафоя, Сихения, сына Иезила, с ним 300 человек, из сынов Адина, Авив, сын Ионафа, и с ним 250 человек. Из сынов Илама, Иесия, сын Гафолия, и с ним 70 человек. Из сынов Сафатия, Зарая, сын Михаила, с ним 70 человек. Из сынов Иоава, Авадия, сын Иезила, и с ним 220 человек. Из сынов Вания, Асалимов, сын Иосафия, и с ним 160 человек. Из сынов Вазия, Захария, сын Вивая, и с ним 28 человек. Из сынов Астафа, Иоанн, сын Анатана, и с ним 110 человек. Из сынов Аданикама, последние, и вот имена их. И Лифала, сын Иоуила, и с Амей, и с ним 70 человек. Из сынов Агоя, Уфий, сын Исталкура, и с ним 70 человек. Я собрал их при реке, называемой Ферран. И мы пробыли там три дня, и я смотрел их. И не найдя там никого из священников и левитых, я послал Келеазару, и Эдуилу, и Масману, и Леофану, и Мамею, и Самею, и Аревону, Нафату, и Аннатану, Захарии, и Масаламу, начальствующим и ученым. И сказал им, чтобы они пошли к Дадею, начальствующему в местности Кассифье. Приказал им сказать Дадею, братьями его, и находящимся в той местности Кассифье, чтобы они прислали нам священников для дома Господа Бога нашего. И они привели к нам мощной рукой Господа Бога нашего, мужей сведущих и сынов Маоли, сына Левия, сына Израилева, Осевевея, и сыновей его, и братьев его, которых было 18 человек, и Осевею, и Аннуе, и Осея, брата и сыновей Ханунея, и сыновей их 20 человек, и служителей храма, которых дал Давид, и начальники на служение левитам, 220 служителей, с именным списком всех. И объявил я там пост перед Господом Богом нашим, чтобы испросить от Бога благополучного пути нам и спутникам нашим, и детям нашим, и скоту. Ибо я постыдился просить у царя пеших и конных и проводников для безопасности от противников наших, потому что мы сказали царю, что сила Господа нашего будет с идущими, ищущими его во всяком добром предприятии. Итак, мы снова помолились Господу Богу нашему обо всем этом, и получили от Него великую милость. И отделил я из родоначальников и священников 12 человек, и Сиронию, и Самию, и с ним из братьев их 10 человек. И свесил при всех серебро и золото из священной сосуды дома Господа нашего, который дал в дар царь и советники его, и вельможи, и все изжильтяне. И свесив, передал им серебро 650 талантов, и сосудов серебряных 100 талантов, и золото 100 талантов, сосудов золотых 20, и сосудов медных из отличной меди, блистающих, как золото 12. И сказал им, и вы святы Господу, и сосуды сии святы, равное золото и серебро, данное по обету Господу Богу Отцов наших. Бодрствуйте и берегите их, доколе не сдадите старшим священным, леченникам и левитам, и родоначальникам и дравельским Иерусалиме, а сосудохранилища дома Бога нашего. И священники и левиты, приняв серебро и золото сосуды для Иерусалима, внесли их в храм Господа. И поднявшись от реки Еферан, в 12 день первого месяца мы шли в Иерусалим под мощной рукой Господа над нами, и Он избавлял нас с начала пути от всякого врага, и мы пришли в Иерусалим. И здесь, по прошествии трех дней, в день четвертый, взвешенное серебро и золото передано в дом Господа нашего Маримофе, сыну Урии, священнику. И был с ним Илеазар, Финиеса, также был с ним Иосавдос, сын Иисуса, и Моев, сын Саванна, левиты. И сдали все числом и весом, и весь вес их записан в то же время. Тогда пришедшие из плена принесли жертву Богу Израиля, 12 валов за всех азраильтян, 96 овнов, 72 агнца, 12 козлов за спасение, все это в жертву Господу. И передали царские повеления царским правителям и начальникам Келесири и Финикии, и они почтили народ и храм Господа. И когда это было окончено, приступили ко мне начальники и сказали, Не отделился народ израильский, начальники и священники и левиты от иноплеменных народов земли и от нечистот их, и от народов хананейских, хитейских, и ферезейских, и вусейских, и маавитских, и египетских, и думейских. И поступили супружества с зачарями их, как сами, так и сыновья их, и смешалось семя святое с иноплеменными народами земли. И предводители их, и вельможи, сделались участниками в этом беззаконии с самого начала. Как скоро услышал я об этом, разодрал на себе одежды и священные облачения, и рвал волосы на голове и бороде, и сидел озабоченный и печальный. И когда я сетовал об этом беззаконии, собрались ко мне все, которые подвигнуты были словом Господа Бога Израилева, и я сидел печальный до вечерней жертвы. Тогда, встав от поста моего в разодранных одеждах и разоданном священном облачении, пал на колени и простерши руки Господу, я сказал, Господи, я стыжусь и смущаюсь перед лицом Твоим, ибо грехи наши поднялись выше голов наших, и безумия наши вознеслись до неба. Еще от времен отцов наших и до сего дня мы находимся в великом грехе. И за грехи наши и отцов наших мы с братьями нашими и царями нашими и священниками нашими преданы были царям и наземным под меч, в плен и на разграбление с посрамлением до сего дня. Но теперь, сколь великая оказана милость от Тебя, Господи Божий, что Ты оставил нам корень и имя на месте святыни Твоей, что открыл нам светильник в доме Господа Бога нашего, дал нам пропитание во время порабощения нашего. И когда мы находились в порабощении, не были оставлены Господом Богом нашим, но Он поставил нас в благоволение у царей персидских, чтобы они дали нам пропитание, и прославили храм Господа нашего, и чтобы воздвигнут был опустошенный Сион. И нам дано было утверждение в Иудее в Иерусалиме. И ныне, что скажем мы, Господи, имея все сие, мы приступили повеление Твое, которое Ты дал рукою рабов Твоих, пророков, говоря, земля, в которую Вы входите, чтобы наследовать ее, осквернена скверными на племянных земли, и они наполнили ее нечистотами своими. И теперь не отдавайте дочерей Ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не берите за сыновей Ваших. И не ищите мира с ними во все время, чтобы укрепиться Вам и вкушать благо всей земли, и оставить ее в наследие детям Вашим навек. И все, что приключается нам, бывает за злые дела наши и за великие грехи наши. Ты, Господи, облегчил грехи наши, и дал нам такой корень, но мы снова обратились к преступлению закона Твоего с мишением с нечистотами народа земли. Не прогнялся ли Ты на нас так, чтобы погубить нас и не оставить им корня, ни семени, ни имени нашего? Ты истинен, Господи Божий Израилев, ибо мы остались корнем до сего дня. Но вот ныне перед Тобою мы в беззакониях наших, и в них не надлежало ли стоять перед Тобою? И когда Ездра молился, исповедовался и плакал, распростершись на земле перед храмом, собралось к нему из Иерусалима весьма много народа, мужчины, женщины и дети, и был большой плач в народе. И возгласив Ихоня, сын Иоилия, сынов Израиля, сказал, Ездра, мы согрешили перед Господом, мы взяли иноплеменных жен из народов земли, и вот теперь здесь весь Израиль. Да будет совершена нами клятва перед Господом в том, чтобы отвергнуть всех иноплеменных жен наших с детьми их, как рассудилась тебе и всем, которые повинуются закону Господа. Встав, соверши это, ибо Твое это дело, и мы с Тобою в силах будем сделать это. И встав, Ездра, заклял старшин из священников и левитов всего Израиля поступить посему, и они поклялись. Вторая Ездра, глава девятая. И встав, Ездра, от притвора храма, пошел в жилище Иоанна, сына Иоасивова, и, пребывая там, не ел хлеба и не пил воды, скорбя о великих беззакониях народа. И было воззвание по всей Иудее в Иерусалиму ко всем возвратившимся из плена, чтобы собрались в Иерусалим, а которые не яйца в течение двух или трех дней у тех по суду приседательствующих старейшин отнят ботаимение, и сами неотчуждены будут от сонма бывших в плену. И в три дня собрались в Иерусалим все бывшие от колена Иудина Вениаминова, это было в девятый месяц, в двадцатый день всего месяца. И сидел весь народ во дворе храма, дрожав от настоящей зимы, ядро встав, сказал им, вы сделали беззаконие и живете с иноплеменными женами, прилагая грехи Израилю. И так воздайте теперь исповедание и славу Господу Богу отцов наших, и сотворите волей его и отделитесь от народов земли и от жен иноплеменных. И возгласил весь сон, и сказали громким голосом, как ты сказал, так мы и сделаем. Но сон многочислен, и время зимнее, и мы не в силах стоять под открытым небом, а дело это для нас не одного дня и не двух дней, ибо весьма много мы согрешили в этом. Посему пусть поставлены будут начальники над сонмом, и все те, которые из селений наших имеют иноплеменных жен, пусть в свое время приходят к ним, со старейшинами и судьями каждого места, доколе не отвратится от нас гнев Божий за это дело. И приняли на себя это, и Анафан сына Саила, и Езекия сын Фиакана, и Месулам, и Левис, и Саватей содействовали им. Исполнили по всему этому возвратившиеся из плена. И выбрал себе из расвещений главных родоначальников, всех поименно, и сошлись они в новолуние 10 месяца для исследования дела, и приведено к концу исследование о мужьях, державших при себе иноплеменных жен к новолунию первого месяца. И нашлись из собравшихся священников, которые имели иноплеменный жен, из сынов Иисуса, сына Иоседекова, из братьев его, Мафилас, Илеазар, Иориф, и Адан, которые дали руку отвергнуть жен своих, и принесли овнов в умилостивление за грех свой, из сынов и Мира, Анания, и Завдея, и Манис, и Самей, и Ириил, и Азария, из сынов Писура, Илеанаис, Массия, Исмаил, Нафанаил, и Акадил, и Салон, и из Левитов, и Азават, и Семейс, и Колей, он же Калита, и Пафея, и Иуда, и Иона, из священно-певцов, и Элиасав, Вакфур, из привратников Салум и Талвах, из народа израильского, из сынов Фариса, и Ерма, и Езия, и Мелхия, и Маил, и Леазар, и Осевия, и Ванея, из сынов Иила, Матфания, Захария, и Израил, и Аавдий, и Ермов, и Аидия, из сынов Замофа, и Элиада, и Леосам, Афония, и Аримов, Севат, и Зиралия, из сынов Вивая, и Ан, и Анания, и Азадавават, и Амафия, из сынов Мани, Алам, Мамух, и Едей, и Асуф, и Иосаил, и Еремов, из сынов Ади, Нав, и Маасия, Лакун, и Наид, Матфани, и Сесфил, и Валиуй, и Монастия, из сынов Анана, и Элиона, и Асавия, и Мелхий, и Савей, и Симон, и Хасамей, из сынов Асома, Алтаней, и Матафия, и Салвания, и Лефалат, и Монастия, и Симея, и из сынов Ваания, и Иеремия, Маиди, и Смаир, и Уил, Мавдай, и Педия, и Анос, и Равасион, и Эносим, и Мамнитания, или Асис, Ваннус, и Лали, Самей, Селемия, на Фане, и из сынов Езора, Сесис, и Зрил, Азаил, Семат, Замри, и Иосиф, и из сынов Ефма, Мазития, Завадея, Идея, и Уил, Ванея, Сесии жили с женами наплеменными, и отпустили их с детьми. И поселились на Волунии 7-го месяца священники, и левитые израильтяне, бывшие в Иерусалиме, и в области его и сыны Израиля, в местах своих. И собрались соединодушно весь народ на пространстве перед восточными воротами храма. И сказали Езре священнику Ичису, чтобы он принес закон Моисея, данный от Господа Бога Израилева. И вынес первый священник Езра закон ко всему народу, от мужчины до женщины, и ко всем священникам, чтобы слушали закон в Новолунии 7-го месяца. И считал им его на пространстве, перед воротами храма, с утра до полудня, перед мужчинами и женщинами. И весь народ внимал закону. И стал Езра священник, исчез на приготовленном деревянном возвышении. И перед ним стояли с правой стороны Матафия, Саму, Санания, Азария, Аурия, Езекия и Валсам. А с левой Фалдея, Месаил, Мелхия, Ауфасув, Навария, Захария. И взяв Езра книгу закона перед народом со славой, сел перед всеми. И когда он объяснил закон, объяснял, все стояли прямо. И благословил Езра Господа Бога Всевышнего, Бога Саваофа, Вседержителя. И весь народ возгласил Аминь. И подняв кверху руки, и пришлипав на землю, поклонились Господу. Также Иисус, и Аниув, и Саравия, и Адин, и Акуф, Саваатия, Авгея, Мяанна, и Калита, Азария, и Азавт, и Анания, и Фалия, левиты, получали закон у Господа и считали перед народом закон Господа, объясняя при том чтение. И сказал, Адфарат, Езре, первосвященнику, и Чтесу, и Левитам, которые получали народ во всем, ко всем. День сей свят Господу. И все плакали во время слушания закона. Идите и ешьте тучное, и пейте сладкое, и пошлите подаяния неимущим. Ибо день сей свят Господу. И потому не скорбите, ибо Господь прославит вас. Также и левиты внушали всему народу, и говорили, день сей свят, не скорбите. И пошли все, если пить и веселиться, и подавать подаяния неимущим, и веселились много. Ибо они проникнуты были словами, которыми получаемы были в собрании.